Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. И у меня сейчас в гостях Надежда Мазур, президент транснациональной корпорации Mazaray.ru. Это студент нашего тренинга, брокер на миллион, один из самых первых, самых матерых студентов. Но и самое, что удивительно, самые классные, самые лучшие результаты у нее получили. И сейчас в этом интервью я попытаю ее, надеюсь, выводить какие-то интересные у нее лайфхаки, которые позволили ей заработать эти миллионы долларов, которые она сейчас заработала. Хотя она скрывает, никому не говорит, ведет аутентичный такой способ жизни, скрытный образ жизни. Никто не знает, что она на самом деле несколько миллиардов долларов заработала. Друзья, ну я шучу, на самом деле, конечно, в этом интервью хотелось поговорить вообще о Надежде. И кто, что это за человек. Вообще, какие люди становятся страховыми брокерами, как они приходят в этот бизнес, какие идеи их на это подталкивают. Поэтому, Надежда, хочу задать тебе самый первый вопрос, мой любимый вопрос. Расскажи, пожалуйста, где ты родилась, кто были твои родители, как ты росла, что повлияло на тебя, на твою личность? Ну, моя малая родина, город Новокубанск, который находится в благодатном Краснодарском крае. В благодатном Краснодарском крае. Я росла в полной любви и гармонии. Детство мое незабываемое. Твои родители были предпринимателями? Нет, ни в коем случае. Мой отец, он шофер, а мама, она свою трудовую деятельность начинала в страховой компании. Тогда она называлась... Вот оно что! Вот откуда ноги растут. Это была государственная инспекция «Госстрах», которая свое начало деторождения ведет с 1921 года. Это старейшая компания на страховом рынке нашей страны. И получается так, что я страховщик во втором поколении. То есть, любовь к страховому делу не перешла от мамы. Ну, то есть, кто-то думает о том, что можно просто так взять и стать страховым брокером и зарабатывать много денег. Это, соответственно, наивные мысли, потому что пример надежды говорит о том, что только во втором поколении, только во втором поколении можно стать... Можно и в первом. Можно и в первом. Можно, конечно. Просто нужно в себе чувствовать вот эту жилку, вот этот азарт заработать. А в страховании, я вам открою секрет, в страховании водятся очень даже здорово клевские бабки. Там заработать очень можно, да. Тем более, на фоне того, что сейчас действует еще пока, и дай бог, чтобы действовал закон об ОСАГО, здесь денежки есть. То есть, ты взяла, так всем и рассказала, да? Ну, немножечко, немножечко. Ну, ладно, про страхование мы еще чуть поговорим попозже, я надеюсь, если у нас останется времени. Сейчас просто о тебе хочется побольше узнать, потому что у нас в тренинге много студентов, которые тебя знают лично, ты очень хорошо проявилась, но они, может быть, не так тебя подробно, твою историю, твоей жизни знают. Про школу хотелось бы больше узнать. Как она закалила тебе, дала что-то в жизни, или наоборот, ты потратила там времени, как у тебя? Школа. Да, твоя, новокубанская. Первая или вторая? Ну, у меня была девятилетка, у меня девять классов было. На базе девяти меня мама запихнула, это были лихие девяностые годы, то есть, как бы, особливого выбора мы в этом возрасте сильно не имеем, потому что мы еще с детством в голове. Просто по накатанной мама определила меня на экономический факультет. Тогда это... Это школа? Нет, это был зооветеринарный техникум. Нет, подожди, да техника мы считаем, школа, школа, она тебя как-то повлияла? То есть, что вот, может быть, ты там какие-нибудь шоколадки продавала, конфеты продавала, как-то обменяла фантики, вот на твою жилку предпринимателя в школе что-то повлияло? Абсолютно никак. Первый мой успех, вообще, в зарабатывании денег, я однажды стояла, меня, значит, озадачили продажей мяса на рынке у нас в Новокубанске, но единственное, что я оттуда заработала, это воспаление почек. Более никакой прибыли. То есть, первый твой опыт закончился неудачно. Ну, негатив. И я, да, и я стала понимать, соображать, что торговля, это не для меня, это не мой конек. Конек, да? Да, однозначно, торговать я не умею. А то есть, а техникум все-таки уже был экономическим, и он ближе к тебе? Там мальчики, девочки в голове, там однозначно знания никакие не отложились. Тем более, у нас здесь на периферии, как правило, знания в основном дают какие? Так, чисто поверхностно. А чтобы действительно получить вот этот опыт, как экономить, как зарабатывать, это уже непосредственно, когда идешь и работаешь. Только там начинаешь соображать, когда тебя первый раз обдурят, второй раз обдурят, третий раз ошибешься и так далее. И только в этом случае ты начинаешь зарабатывать тот самый неизменный опыт. Я помню, ты говорила, что ты работала до того, как прийти в Росгострах, или между тем, как работала в Росгострах, в Сбербанке. Вот этот опыт тебе больше положительный, либо отрицательный? Как у тебя, как ты считаешь? Я считаю, что в плане знаний, в плане опыта огромный плюс. Конечно, это немножко отразилось на моем моральном здоровье, на моем моральном настроении. Я тогда очень даже сильно физически сдала, потому что труд был невыносимый. Мы работали 25 часов в сутки. Но тот опыт, который я там отхватила за два с половиной года, это дало толчок довольно-таки весомый. Я стала шустрее. Это после Сбербанка? Да, стала шустрее, стала более сообразительной. Но твоя же мама была страховщиком. Как получилось так, что ты не в страхование сразу попала, а попала именно в Сбербанк? Немножко другая чуть-чуть история была. Я отработала в Сбербанке. Вернее, после того, как я уволилась с Росгостраха. А, все-таки был первым Росгострахом? Первый опыт у меня, да, трудовой деятельности начинался все-таки в Росгострахе. Я заступила в штат в качестве кассира. Ну, связи. В связи, все-таки, все, 5-й одни. В Акубанске это очень важная связь. Да, как бы там ни было, я все-таки туда бегала ребенком к матери. И весь коллектив видел меня, как я росла, заканчивала школу, заканчивала техникум. В итоге по окончанию техникума меня взяли в Росгострах в качестве кассира. И здесь я уже стала немножечко впитывать вот эту всю страховую жилку, всю вот эту страховую атмосферу. Начинала понимать и соображать, что доход страховщика состоит в основном из того, что принесет клиент, опять же, как ты его раскрутишь, как ты его накрутишь, как ты ему расскажешь и преподнесешь продукт, как нужно уметь правильно преподнести, опять же, продукт, чтобы человек его взял и срубить с этого бабла. А бабло там очень даже здоровское. А еще бабло побеждает в Новокубанске зло. Но я слышал, что не только в Новокубанске, но и в многих других местах тоже. Хорошо. Ну, то есть у тебя Росгострах, потом у тебя Сбербанк, потом у тебя какое-то волшебное возвращение обратно в Росгострах. У меня, да, у меня был период времени становления, восстановления моих сил моральных, физических. То есть этот год, он был так предрасположен, что совпало, что ни работы у меня не было, но я, в принципе, и не болела о том, что мне надо куда-то на работу. Я больше посвящала времени себе, семье, потому что Сбербанк, он все-таки вырвал у меня эти два с половиной. Да, выжил по полной. У меня там реально год шел за три, если не за пять, той работы, которая там присутствовала. И буквально год спустя, когда я уже набрала здоровьица, отдохнула, да, по всей видимости, сошлись звезды, позвонил руководитель нынешний от Росгостраха и предложила, Надежда, ты не хочешь к нам вернуться? Да, пожалуйста. Работу ты все знаешь, тебе ничего не надо объяснять, ничего не рассказывать. Вот прям с завтрашнего дня. Приходи и приступай. Что я и сделала. Пришла, приступила. И поехала, да? И поехала потихоньку, потихоньку, помаленьку, опять вошла в рабочее русло. До того, как создать свой собственный бизнес, сколько ты еще в главном офисе проработала? Пришла я в феврале 2011 года, вернулась в Росгострах. Ну, то есть, получается, где-то четыре года. А в 2005-м ты стартанула, да? Я стартанула в 97-м году. Я в Росгострах пришла в 97-м. Я имею в виду, когда ты создала Mazuret.com, свою компанию. В 2015-м, да, получается? В 2014-м, подожди, подожди. 2015-м, 2015-й год, февраль месяц, да. В 2015-м году, получается, да, были первые плоды, ростки. Вернее, не плоды, а ростки. Были первые ростки для того, чтобы создать вот именно свою корпорацию, свою компанию. Вот, смотри, мы все знаем, мы все знаем, как клиенты обслуживают Росгострах. Тем более, как его обслуживают сейчас, когда такие проблемы с ОСАГО в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, в токсичных регионах, да. Вот, соответственно, скажи мне, пожалуйста, ничего себе, думал, телефон аж улетел, аж дернулся, думаю, такой, а, перепугался. У нас тут специальное устройство записывается. Вопрос в чем, да, вот в чем отличается, по твоему мнению, когда ты работаешь для своего клиента и рассчитываешь, что этот клиент будет приходить много-много лет, и когда ты работаешь для клиента в Росгострахе. Есть ли отличия, почувствовала ты отличия, видишь ты ли в себе изменения какие-то? Отличия, конечно, есть, равносильно, как небо и земля. Так как обслуживают в офисе компании Росгострах, все-таки я проработала в офисе довольно-таки продолжительное время, это порядка в совокупности, наверное, лет 15. И я видела отношения офисных работников по отношению к клиентам. То есть это хамовитость, это раздражение клиента по факту времени, когда особенно человек куда-то торопится, ему нужно по возможности сделать это все насколько возможно оперативней, быстрее и качественней. Наоборот, создаются такие условия, что не по-человечески одним словом. Ну смотри, но ведь ты же тоже сама работала. Я видела все это. Ты ведь в Росгострахе работала, но ты когда сама почему-то по-другому, да? Я видела это, но по долгу моих обязательств в офисе конторы, в офисе компании, которые на мне были возложены как на специалисте, я к клиентам доступа не имела. Я видела картину, я наблюдала, но с клиентами мне работать было нельзя. Хотя у меня был опыт работы с клиентами, то есть это для меня не новый процесс, но однако же, видя все это своими глазами, во мне, конечно, боролись довольно-таки противоречивые чувства. Я в корне видела, что это неправильно, так нельзя, это негатив. Это опять же послужило еще основной такой дополнительной фишкой, почему я приняла для себя решение встать с кресла в офисе, покинуть его и уйти на вольные хлеба. Слушай, ну вот смотри, мы находимся в Абхазии, да, здесь прекрасная, красивая природа, шикарное море, ну не самый идеальный пляж, потому что галька, да, не песок, но тем не менее очень хорошо. Но мы постоянно сталкиваемся здесь с ужасным сервисом, да, хотя, ну, по мне, я так понимаю, это люди работают не на дядю, они работают на себя, но тем не менее они здесь сталкиваются постоянно, мы сталкиваемся с постоянно плохим сервисом. Как ты считаешь, почему это происходит здесь, и нет ли каких-то параллелей это с Росгострахом, с офисом непосредственно в Новокубанске? Страховщик всегда должен помнить о том, что клиент должен быть не разовый, не одноразовый. Здесь почему-то так в Абхазии так все это делается, что отношение к туристам, к людям, которые приезжают убегать, что вот он приехал, уехал и больше и не вернется, то есть приедут другие. Или клиенты будут всегда, да? Да, клиенты будут всегда. Но, к сожалению, по жизни показывает совсем другая картина. Клиент, его нужно настолько со всех сторон обласкать, облизать, и все это ему готовое на блюдечке преподнести, чтобы у клиента было желание кормить тебя всю твою оставшуюся трудовую деятельность. Мало того, что самому приходить к тебе возвращаться, но еще привести за собой следом друзей, родственников, товарищей, знакомых. По такому принципу надо с людьми работать. Насколько я понимаю, сейчас ты бизнес именно таким образом выстраиваешь, то есть у тебя очень много-много людей приходит именно к тебе по сарафанному радио, да, по рекомендации и так далее, и так далее. Но планируешь ли ты дальше выходить, например, в Крестнодарский край, может быть, Старопольский край? Какие у тебя планы по развитию? Думала ли ты сейчас об этом? Или пока не можешь, не справляешься с тем потоком клиентов, даже об этом не задумываешься? Как у тебя? Пока не задумываюсь, честно. Ну а мечтаешь? Мечтаешь? Мечтать, конечно. Слушай, какой солдат не мечтает стать генералом? По такому принципу, да. Но на сегодняшний день у меня складывается работа наилучшим образом, что мне хлебушка хватает и на той территории, где я нахожусь. Конечно, если немножко станет туговато в плане клиентов, есть где развернуться. А почему бы и нет? По крайней мере, у меня заявки из Краснодара были. У меня знакомые мои клиенты из Краснодара своих клиентов поставляли. И у меня работа, процесс обстоял. И я понимаю, что все гениальное просто. У меня процесс был такой. Они мне по телефону звонят, делают заявку, сбрасывают на мой ящик электронные документы, сбрасывают мне на карты денежку. Я им обрабатываю и таким же образом обратно сбрасываю на электронный ящик полиса готовый. То есть ничего нету такого умопомрачительного. Настолько все просто. И я понимаю, что сидя в Новокубанске, в маленьком городишке, у меня вот такая длиннющая рука, что я реально могу до Краснодара достать. А там, где Краснодар, там и Москва. Да. Ну, я студентам многим об этом рассказываю, что это вообще никакая не проблема. Но пока люди не попробуют, пока они клиентов первых не пощупывают. Я тоже не понимала, как это можно, как это так можно. Потому что в шаговой доступности должен быть клиент. Однако же нет. Клиент может быть где-то на Аляске жить, а ты с ним очень долгосрочные отношения можешь иметь на протяжении долгого времени лет. Это да, это да. Смотри, ну, еще немножко про твою семью хотелось поговорить. У тебя две прекрасные дочки. Какое ты будущее для них видишь? Хочешь ли, чтобы они тоже пошли с страховщиками в третьем поколении? Либо у них какие-то другие планы? Расскажи, пожалуйста. Я вот знаю интересные проекты, сейчас задумала про свою старшую дочку. Ты отправляешь ее обучиться в Ирландию. Ну, вот какое будущее ты видишь в них? Или ты в этот процесс сама не вмешиваешься? Вмешиваться, конечно, я считаю, что права я не имею никакого. Они сами должны выбирать то, что им по душе, то, что им для радости в работе. Будут ли они страховщиками, как я? Время покажет. Но то, что мне нужны помощники сейчас на данном этапе, это да. Что касаемо младшей дочери, она пока еще в шестой класс только перешла. То есть она как бы маленькая, но все равно я ее делегирую, я ей какие-то задания даю. Вот в плане даже того, что полисы... Достанет, отправит. Да, полисы она, допустим, мне печатает, мой ребенок младший приносит, переворачивает листочки. Как бы вот этот вот момент. А как же, мороженое должна отрабатывать. Да, да, да. Что касаемо старшей дочери, последний год, вот, конечно, у нее был очень тяжелый. Она заканчивала 11-летку и сдавала государственные экзамены. На период каникул она мне тоже очень хорошо помогала с моими клиентами. Она была мне помощница. Благодаря обучению, тренингу и тем фишкам, которые Кирилл открыл, рассказал и рассекретил, у меня появилось довольно достаточно большое количество клиентов, благодаря которым я насобирала определенный кейсик. Я вообще даже не подумать ни сном, ни духом не могла, что это может воплотиться в жизнь. Хотя это была мечта даже не столько моя, сколько моего ребенка. Она мне уже потом, по факту, когда я ей преподнесла ребенок, хочешь поехать в Ирландию на обучение английского языка на год? Ей очень нравится английский язык. И когда она услышала от меня это предложение, она, во-первых, у нее был стопор в разговоре, в глазах, у нее большой знак восклицательный стоял. Не то чтобы вопрос, а восклицательный. Конечно, хочешь. Ущипните меня. Да, она не верила тому, что я ей такое могла предложить. То есть мечты сбываются, и она мне потом призналась. Мама говорит, а ты знаешь, если честно, я об этом мечтала. Она создавала, да? Да. То есть получается так, что пока она мечтала, мама зарабатывала. Сидя в офисе, Росгостраха, сто процентов мечте этой суждено не было бы сбыться. А благодаря тому, что в свое время я пошла на тренинг, вложила инвестицию. Не потеряла, не выбросила деньги. А вложила, не сказать, что это великие деньги, они мне вернулись, ну я не знаю во сколько, во стократ, наверное, если не больше. Потому что я эти деньги отбила, которые вложила в обучение, буквально, наверное, на второй месяц я их уже отбила себе, эти деньги. И у меня потенциал, я почувствовала в себе, я почувствовала в себе уверенность. Я почему-то всегда думала, что работа как раз она зацеплена на именно на этом кресле под кондюком в офисе компании. А однако же нет. Я почувствовала в себе силы, я почувствовала то, что клиент меня кормит, а не компания Росгострах. Набралась уверенности, храбрости, встала с офиса, вышла на вольные хлеба. И понеслась, да? И понеслась, и понеслась. Реально, у меня были даже такие моменты, что я вырубала телефон, закрывала двери, выключала домофон, но клиенты... В форточку залазили, да? В окна лезли, вплоть до того, что они реально мне не отдыхали, не давали отдыхать. Было иной раз до раздражения, но я понимаю, что лучше пускай будет так, чем никак. Поэтому пробуйте, дерзайте, все в ваших руках. Ну, вот ты как раз-таки почти ответила на мой вопрос. Вот те люди, которые сомневаются, да, те люди, которые сомневаются начинать свой бизнес, начинать его страхование или в каком-то другом бизнесе. Вот что ты им посоветуешь, как такое одно, один из, может быть, два-три мощных аргументов, почему нужно именно начать страхование? Потому что обычно люди, если приходят в страхование, то они из этого отрасли не уходят. Они зарываются, потому что постоянные клиенты, люди каждый год, пролонгации и все, и это их кормит. Вот что тебе, какие-то три основные причины или три основные таких аргументов ты бы сказал этим людям, которые начинают или принимают решение, чтобы начать в этом направлении зарабатывать деньги? Ну, первый аргумент. Бутерброд с колбасой и сыром будет всегда, каждый день. Это самый главный аргумент. И не только для тебя самого, но и для твоей семьи. Второй аргумент. Ну, какой второй аргумент? Какой второй аргумент? Ну, наверное, у тебя будут возможности путешествовать. Ну, как опять, финансовый результат аргумент. Ну, как, я не знаю, как, какой аргумент. Больше финансовая свобода, да? Да, деньги, деньги, еще раз деньги. Ты ни от кого не будешь зависим. У тебя не будет начальника. У тебя не будет директоров. Ты сам будешь располагать своим временем. Ты будешь сам назначать встречи клиенту, допустим, когда тебе удобно, как тебе там, ну, как такой аргумент. Без понятия даже, короче, пока. Свобода. Ну, третий аргумент, подскажу, Надежда, вы сможете отправить своих детей обучаться в Ирландию, да? Точно, точно, я это упустила, да. Ну, получается так, что на каждый день хлебушек насущный, свобода и перспективы для детей, у кого они есть. Если детей у вас нету, значит, для себя перспективы. Ну, смотри, ну, вот, ну, у нас, как бы, такое интервью, когда мы говорим о том, что там все получилось, все хорошо, но... А ведь проблемы, они все равно тоже были, да, на начальном этапе, потому что многие, многие сталкиваются с этими проблемами и бросают, да, у них опускаются руки. О, вот это не работает, о, это не работает. Я думал, сейчас я приду, и все, соответственно, станет шоколадным. Были ли у тебя проблемы, столкнулись с этим, паниковала ли ты в какой-то момент, что не получится и так далее, так далее? Значит, что касаемо вот этого вопроса, для того, чтобы пожать что-то, нужно сначала посеять. На начальном этапе, для того, чтобы мне свою клиентуру заработать, мне было не то, чтобы трудно. Здесь трудностей абсолютно никаких нету. Вы же, прежде чем что-то вырастить, вы же, наверное, землю вспалываете, удобряете ее, сажаете, ходите, пропалываете. Точно так же и здесь такой же процесс. Ничего замудренного нету. Клиентуру каким образом я зарабатывала себе? Через друзей, знакомых, родственников. Те, соответственно, по сарафанному радио процесс такой же идет, они своим знакомым, родственникам, друзьям. Я довольно-таки, наверное, на протяжении, может быть, месяца-полтора ходила, визитки раздавала. Но визитки раздавала только вот не так, чтобы положила и ушла, а целенаправленно людям. Подходишь, здороваешься, здравствуйте. Меня зовут Надежда, я занимаюсь страхованием. Если у вас будут вопросы, вот, пожалуйста, возьмите мою визиточку. Я всегда буду рада готовить ответить на ваш любой вопрос. И вот таким вот образом. То есть это в Новокубанске реально? Реально. Это везде, я считаю, это везде реально. Ходить, из рук в руки раздавать. То есть, как правило, где-то... Понимаете, как мне было тяжело в такой момент заставить Надежду все-таки создать свой сайт и привлекать клиентов через сайт. Но, тем не менее, этот инструмент тоже работает. Тоже очень хорошо работает. Ну, то есть, в общем, визитки, друзья, знакомые. Комы и дальше уже по накатанной рекомендации. По накатанной, как снежный ком. Хорошие обслуживания клиента, которые нет в Новокубанске, они, соответственно, сталкиваются с хорошим обслуживанием и приходятся новые-новые клиенты к тебе рекомендации и так далее. Ну, отлично, отлично. Спасибо тебе за интервью. Какой бы я тебе хотел заключительный вопрос задать? Ну, заключительный вопрос я хотел бы тебе, знаешь, какой задать? А не буду я тебе никакого вопроса задавать. Если у меня они появятся, мы снимем с тобой еще одно интервью где-нибудь уже в другой стране, может быть, на Гуа, может быть, в Таиланде. И, соответственно, все эти накопленные вопросы с тобой обсудим. Замечательная идея. Все, друзья, спасибо вам большое. С вами был Кирилл Рыбасов, Надежда Мазур. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok